Ну а теперь момент истины для российских спортсменов Ксении Столбовой и Фёдора Климова, которые великолепно прокатали свою короткую программу, но тем не менее за счёт чуть-чуть меньшей сложности по сравнению с канадцами занимают второе, а не первое место в финале Гран-при, отставая от Меган Диамеля и Эрика Редфорда примерно на 2 балла. Нотр-Дам-де-Пари. И должен звучать испанский вокал. Гран-при, отставая от Меган Диамеля и Эрика Редфорда. 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 К сожалению, здесь Ксюша только одинарно прыгнула второй тулок. Крыжок будет засчитан, но Саша... Гран-при, отставая от Меган Диамеля и Эрика Редфорда. 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 Здесь тоже нужно обратить внимание, наверное, зрителей, что в этом сезоне разрешили делать хореографическую последовательность вместо спирали. И это может быть либо дорожка шагов, либо спираль. И оценивается это все, в принципе, в одном балле. Но вот Ксения и Федор – это одни из тех спортсменов, которые в этом году выбрали делать дорожку шагов вместо спирали, потому что спираль, конечно, легче. Ты на ней отдыхаешь, ты не делаешь никаких движений ногами, дышишь. Ребята же пошли другим путем, показывают свою мощь, силу катания и делают дорожку шагов. Заодно, наверное, добавляют в оценках за компонент. Да, у них очень атлетичный стиль катания, очень хороший, скоростной. И двойной акцель прекрасно выполнили ребята в конце хоразона программы. А по своему стилю они где-то напоминают Тянута Княнина и Максима Маринина, наших 2006 года Олимпийских игр в Курине чемпионов. Я знаю, что Таня симпатизирует этим ребятам тоже. Знаю, что они следят сейчас за этим выступлением вместе со своим супругом, с Алексеем Микутиным и хочется им привет передать больше. Я вам тебя, Димна Ксения, не сказал бы, что она внешне напоминает. Внешне нет, я говорю про стиль катания, про скорость и высокую точность исполнения прыжковых элементов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Димна Ксения Микола. Я не знаю, как можно будет поставить компоненты ниже чемпионатским за эту программу. Это просто сегодня это украшение этого дня. Ребятам большое спасибо. Я переживал за них, сидел очень сильно, волновался. Вы, уважаемые телевизорители, не видите. Мне приходится. Очень рад. Максим буквально на пальцах считает обороты во вращении для того, чтобы додержали уровень. К сожалению, одна маленькая помарка, маленькая помарка не дает им, может быть, набрать суперогромную какую-то сумму. Здесь чуть-чуть Ксюша перестаралась. Есть у нее этот момент. Она очень серьезный боец по характеру. Всегда выходит биться только за первое место, только за чистый прокат. Иногда ее захлестывает вот эта природная ее сила. И она иногда делает больше, чем нужно. И на тулуп она тоже очень сильно, очень высоко прыгнула и не справилась немножко с приземлением. Сделала одинарный тулуп и двойной тулуп. То есть комбинация будет чуть-чуть понижена и прыжковая, хотя она очень сложная была. Но они сегодня очень хорошо катались в плане артистичности, создали образ. Я думаю, все это увидели. И даже через маленький экран телевизора это выглядело просто очень сильно и хорошо. И два прекрасных выброса были выполнены. И я думаю, что это очень серьезная сейчас будет нервотрепка для канадцев. Канадцы тем временем уже должны появляться на льду. И они, безусловно, будут слышать, какие оценки получат наши спортсмены. Только одна ошибка, только одно понижение. Вот здесь, да, тулуп немножко не прошел. И вот здесь добрала Ксения. Но тоже не сдалась, доделала, доборолась в этой комбинации. Только единственный элемент у них, который будет оценен с понижением, это вот этот вот злосчастный двойной тулуп, не получившийся у Ксюши после тренова. Все остальное было выполнено на четвертый уровень сложности. Все три поддержки. Третий уровень подкрутка не хуже, чем у китайского дуэта. Китайских дуэтов получают они за него надбавку практически в бал. Ну, что сказать, вращение оба тоже были четвертого. Да, да. И Тодос тоже, самый сложный Тодос, это Тодос назад наружу. Не самый сложный, из тех, которые сейчас делают, есть еще Тодос вперед наружу, но его почти никто не выполняет. Вот. Из тех Тодосов, что делаются, Тодос назад наружу, это самый сложный Тодос, тоже четвертого уровня, это серьезное будет. Я считаю, что это, конечно, сегодня был маленький шедевр. Так ребята еще в этом сезоне не катались. Даже? В плане хореографии. Даже лучше, чем в Москве? Я думаю, что да. Сегодня прямо в Москве Федя был очень сконцентрирован, очень холоден разумом. То есть он... Оценки, оценки 141,39 балла. Сейчас важна буквально каждая сотая, каждая десятая доля балла. И, наконец-то, снова за 140, как не получилось на заключительном этапе гран-при, получилось в финале. Общую сумму я, честно говоря, проморгал. Да.